И снова час блогера на телеканале Д1. Мы поговорили немножко в прошлый раз с руководителем фракции политической партии «Слуга народа» в Днепровском городском совете, руководителем фракции Олядой Мансуровой. Для нас, для зрителей, было очень интересно посмотреть, как такая хрупкая, молодая жиночка занимает такую стойкую и такую ответственную, такую позицию, такую яркую позицию. Ну, давайте продолжим разговор. Закончился, практически закончился 21 год. Практически. Осталось, ну, буквально там несколько часов. И мы пойдем в 22-й год. Какой он был? Год был прекрасный. Знаете, всегда принято говорить, давайте попрощаемся с прошлым годом, в нем было много плохо. А я считаю, что надо так. Давайте поблагодарим этот год за все, что в нем было. Ведь мы и стали там мудрее, умнее, выдержаннее. И все это именно происходит в реальном времени. Поэтому я искренне благодарна за 21-й год, потому что это тот Эверест, на который я начала подниматься. И я понимаю, что еще туда наверх я смотрю. По пути я понимаю, что пролетают глыбы, ледники, проплывают люди. Вот. И меня это, как бы, честно вдохновляет. Много откололось от этого ледника, осколков? Да. Откалывается, да? Я рада. Это жизнь. Это жизнь. Вы знаете, я просто искренне рада, что определенные люди откололись от этого процесса и не попали даже туда, не добежали. И неважно, со мной или без, но страшно подумать, что бы было, если бы эти люди там оказались. Ну, это ты сейчас вспомнила еще и выборную кампанию, да? Я просто даже вспомнила уже процесс. А, уже процесс. Ну, о хорошем. 31-е число – это день, когда принято провожать уходящий год. И ты правильно сказала? Невзирая на то, что у кого-то были проблемы и ковиды, кто-то, наверное, потерял близких, кто-то болел, кто-то потерял работу. То есть это как у всех нормальных людей. И тем не менее, принято провожать всегда с легкостью уходящий год. Что было такого важного для вашей политической силы, для вашей фракции? Что приходилось воплощать? Что, ну, какие-то, может, направления внедрять здесь? Интересного такого? Ну, из направлений – это было то, что «зэ молодежка», все-таки, что молодежное крыло. У меня, вы знаете, да, там особое отношение к детям, к молодежи. Я вообще считаю, что это наше будущее. Поэтому так должно быть. И такое сложное направление, которое было стартовой точкой – это заезжинки. Почему? Потому что женщины, они должны занимать эту нишу. И для меня это тоже, как для лидера женщины, было очень важно. Потому что я сама, будучи и формируя даже национальную свою диаспору, я понимала, что такое, как женщине сталкиваться с противостоянием к себе. И, Алиада, диаспору, мы говорим о грузинской диаспоре. Ну, тогда вообще вопрос, то, что любят наши зрители, у нас же неформальное общение, это час блогера. Ну, ты грузинка, это чувствуется, вот твоим, да, темпераментом это чувствуется. Скажи, пожалуйста, грузинки другие? Есть отличия в национальном поведении с украинскими женщинами? Или уже все так перемешалось? Ну, наши тоже ж такие, знаешь, руки в бой. Ну, если мы говорим о современном мире, ну, у нас поменялось уже у молодежи в целом мышление. Если мы говорим о ментальности, у нас женщины все-таки более покорны. Серьезно? Это я так, как ты спрашиваю? Нет, нет, ну, это вы же на меня не смотрите. А, вот так, да? Я же это, как это, семья не без уродов. Это мы точно вырежем? Да, нет, ну, я вам честно говорю, у меня, ну, очень к этому... То есть, женщины-грузинки более мудрые, да? Спокойные. Спокойные, уравновешенные. Более поуравновешенные. Они, ну, другие совсем. Так, ясно. В другом процессе. Нам подходит и твой образ, потому что для и украинских женщин, и для других славянских женщин, и вообще для всех женщин сегодня выходит на первое место равенство. То, что для многих из нас само по себе, для таких, как мы, само по себе понятным, ну, мне, например, тяжело разговаривать о гендере очень часто, потому что, ну, как бы, для меня это вообще непонятно. То есть, мне кажется, для любой нормальной женщины и власти, и способности вообще можно... Есть столько, сколько она способна взять. Абсолютно я с вами полностью согласна. Я считаю, что это, во-первых, постсоветский союз наложил отпечаток сильно, вот, а во-вторых, знаете, у нас или густо, или пусто. Когда женщина так, я либо сижу дома, либо я этот, ну, нету либо-либо, на самом деле, просто надо научиться. Да, иногда бывают перегибы, вот, они бывают и у меня, когда особенно это происходило в предвыборной кампании, это был просто, ну, капец был, и по полной. Но я считаю, что надо возвращаться в этот процесс обратно и уметь сопоставлять, иначе можно потерять себя. Я абсолютно уверена, что, да, надо работать, но надо быть мамой, надо быть супругой, надо быть подругой, надо быть крестной, надо быть дочкой. Ну, конечно, происходит выгорание, да? Да, так нельзя, иначе люди тебя теряют. Надо просто жить, надо жить. Люди тебя теряют, нельзя терять людей вокруг себя. Просто занимаясь обычной общественной жизнью, так принято, что у женщины нет семьи, и умение это все вместе соединить, это редкий дар. Как правило... Но надо стремиться к этому. Ну, надо стремиться, потому что потом детки, когда вырастают, уже не наверстать. Не абсолютно. То есть, конечно. Ну, и все-таки тогда о хорошем, о 21-м, 21-й год ты сказала «молодежка». Да. Я все равно к политике тебя хочу вернуть. Молодежка, это, скажи честно, это с учетом того, что вы продвинете голосование электронное в будущее? Нет. Ну, это шутка, но подожди, но мы сегодня обсуждаем. Мы это обсуждаем, я полностью согласна. И как бы в это... Ну, я вам честно скажу, что я считаю, что... Я надеюсь, что именно поэтому и родился этот процесс. Ну, во-первых, мы видим очень многих молодых политиков в парламенте, да? Мы видим, что это очень большой срез на фоне, как бы, прошлых каденций всех. А во-вторых, мы видим их на местных уровнях тоже очень большое количество, и молодых Голливуд и Гэ, очень молодых. Вот. Я считаю, что, ну, сильно молодым как бы тяжело, потому что опыт какой-то должен быть. И мне было легче к этому приходить, потому что у меня большое, ну, уже прошлое в общественном подиуме. Ну, конечно, у тебя есть свой опыт, да, уже. Я не пыталась сразу там куда-то забежать, я поняла, что надо пройти через эти... Ну, молодежка, это подготовка кадров? Я, да, абсолютно точно. Это подготовка кадров. Я просто смотрю, такой кадровый голод, Ирина Георгиевна, это ужас. Мы об этом, сами помните, не раз говорили еще раньше. Ну, просто вот ты иногда просто оглядываешься, не на что... Это политика президента? Да. Потому что сегодня даже из того, кто находится в Верховном Совете, в Верховной Раде, но иногда глянуть не на кого. Политика президента. То есть мы понимаем, что у нас не хватает. Поэтому вы решили готовить... Он же сказал, что институция молодежи будет очень сильно продвинута. И мы же знаем, что есть сейчас закон о молодежной политике. То есть позиция такова правящей партии. Надо подготовить себе смену. Смену, помощь. Не обязательно себя менять. Ну, для того, чтобы эти кадры подросли, им надо набраться опыта, чтобы не наделать беды какой-то. Ну, вообще-то годы должны пройти. Я, честно скажу, я даже вокруг себя набираю молодых. Мне говорят, а зачем ты на них тратишь время, опытный больше подскажет. А как же же ему тогда это понять? А где научиться? А где попробовать? Где ошибиться? Поэтому научиться. Кто же ему подскажет? Мне очень не хватало в свое время, чтобы мне подсказывали. Потому что у нас как принято? У нас политика, это же передается, знаете, как древо какое-то, знаете, из рода в род. Был дедушка, потом сын, потом сын сына. Просто, чтобы он занимал эти места. Тогда мы никуда не двинемся. Ну, мы куда идем вообще? Где мы стоим? Ну, у нас другая сейчас крайность. Новые лица, которые на самом деле показали, что не всегда новые лица, умные лица. Да, но я вам хочу сказать, что... Ну, вот для того, чтобы это как-то вывести в нормальное русло, надо подготовить людей. Там пройдет отбор. Давайте на другую сторону посмотрим этой медали. Да, новые лица, действительно было много ошибок. И зачастую это были такие ошибки, где мы сами приводили эти кадры и сами понимали, ой-ой-ой, что ж тут произошло. Но вы мне пока, пожалуйста, расскажите за всю вашу политику даже, да, хотя бы несколько таких президентов, которые с такими темпами прощались с посадовыми особами. Ну, у нас же как было? Они же поставят. И потом за них топят. Это лучшее, это ошиблись, это наговаривают, это придумали. А он берет на себя президент ответственность, говорит, да, ошиблись, да, убрали, да, убираем, да, увольняем. Сегодня 31 число, я не хочу спорить, но понимаешь, то, что мы не знаем даже фамилии наших министров, и то, что у нас там министров поменялось уже человек 40, это тоже не лучший вариант. Но это называется болезнь роста. Такое проходят все, и то, что ты говоришь, если это для достижения лучшего результата, то, безусловно, страна может и подождать. Только это надо объяснять, это надо сожидать. Вот правильно, вот правильно говоришь? Объясняем. То есть вы сделали упор сегодня, ну, как минимум у нас в городе, то есть вы хотите отобрать очень активных, молодых, образованных, интеллектуальных молодых людей для того, чтобы прогнать их через горнила общественной работы, да? Абсолютно верно, и не обязательно, чтобы он дальше стал политиком. Ну да, ну то есть просто что попробовал, да? Он может просто стать хорошим управленцем уже с опытом, иначе понятно, что… То есть гендер мы поговорили, молодежку мы поговорили, это очень правильно, позицию обсудили вашу в городском совете в прошлый раз. О своем отдыхе я не могу вам рассказать, потому что у меня нет времени. То есть вообще не отдыхаешь? Ага, это плохо. Вообще не отдыхаешь в принципе? Нет. Или это уже ритм жизни вошла и не останавливаешься? Нет, ну я отдыхала и очень много, и ездили часто. Ты вообще знаешь, что бывает с загнанными лошадьми? Да. Я надеюсь, не надо. Ты же только что сказала, что надо научиться выбирать. Но, Аль, не научимся. Если ты вошла и занимаешься тем, что тебе нравится, и у тебя это получается, и люди видят, что у тебя это получается, не останавливайся. Отдохнешь потом. Потом будет время, отдохнешь потом. На пенсии, да? Нет, ну может не на пенсии, может раньше. Чуть раньше. Может чуть раньше. За пару лет. То есть 21 год прощаемся с ним. Да. Интересное структурирование. То есть вы построили за полтора, за два года организацию здесь в Днепре. Свою партию, да? Какие планы на 22 год? Ну вы знаете, уже в 22, я так скажу, мы начнем уже работать. То есть мы уже наработали базу. Мы четко понимаем, кто куда. И те звердания, о которых мы говорили с вами, они непросто. Мы четко теперь уже понимаем проблематику. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы общаться с горожанами. А люди вообще приходят? Да. Люди приходят? Есть офис? Да. Вот отчет недавно был твой. Мы сделали открытый онлайн, об этом уведомляли, и там были вопросы. Мы на них открыто отвечали. Алиада, мы дадим, если ты не против, мы дадим под передачей ссылку на ваш электронный адрес, чтобы люди писали. Я была благодарна, потому что они могут и писать, и смотреть, и обращаться. У нас достаточно в публичном месте офис. Об этом все знают. К нам приходят люди. Вот здесь, в центре. Да, он прямо на европейской 20А находится у нас офис. Он достаточно брендированный и виден. Люди приходят просто так. Люди иногда приходят поговорить к нам, приходят мамы с детьми. Ну, жизнь сегодня такая стремительная и ближе идем к цифровизации, то, конечно, проще всем написать. И обращаясь, мы выложим ссылочку офиса «Слуги народа» здесь, в Днепре, политической партии, для того, чтобы вы смогли написать письмо, отправить электронной почтой свое обращение или просто задать какой-то вопрос. То есть люди смогут получить ответ. То есть в 2022 году вы будете то, что накопили за эти полтора года, то, что изучили, то, что нарыли, по сути. Мы надеемся, что мы будем видеть ваше участие в разгребании этих обдеев. У меня приоритетные будут однозначно безбарьерный простир по программе «Першой леди», шкильное харчувание однозначно. Я буду этому очень много внимания уделять. С экологией, с озеленением мы все-таки будем думать что-то, ну, в каком-то опять ноу-хау варианте что-то предпринимать, как это вообще реализовать, чтобы дети дышали хотя бы здесь у нас. Вот. И у меня, вы знаете, больная моя тема – это инклюзия. Не на бумажке, а в реальности, не на теории, а на практике. И я четко понимаю, что надо заходить и смотреть эти ресурсные классы, которые не бы то срубили, как срубили и чего они взагали працюют. С того, что я зараз волкуюсь с батьками, я разумею, что это дозволы и капитания. То есть планов много, да? Да. Знаете, как говорят, шли-шли, а теперь побежали. Аль, ну, хотим, чтобы вы бежали, хотим, чтобы получалось, потому что, знаешь, можно сейчас критиковать всех, я еще раз повторяюсь. Но это плохо, критиковать и не делать. Нет, обычно к президентской силе всегда все претензии. Неважно, располагаете вы в Днепре механизмом здесь или нет, но обычно всегда к вам претензии. Это надо, наверное, просто принимать, быть благодарным, что люди все-таки обращают внимание. И хорошо, что ты это рассказываешь. Вот так просто, в доступной форме, вот так в неформальной обстановке говоришь о том, что вы побежали. Мы будем за вами смотреть. Наш канал получает... И поправляйте нас, если что-то не так. Критикуйте нас, если что-то не то делаем. Это тоже важно. Ну, мы же, в общем-то, и критикуем. Не, не пощадим. Да, нет, просто, знаешь, хочется 31-го числа и в канун уходящего года, и потом, когда повтор поставим уже в 22-м году, просто хочется сказать, не останавливайтесь. Не останавливайтесь, бегите, как вы сказали, вперед, потому что стране нужны реальные изменения. Стране нужен этот новый какой-то вдох, чтобы освободиться от всей этой накопившейся и шелухи, и вашей в том числе, и коросты престарелых политических режимов предыдущих. Для того, чтобы люди немножко вздохнули, чтобы жизнь стала проще, потому что жизнь не такая хорошая у людей. И поэтому, конечно же, есть и негатив. Но к тебе только позитив. Приходи на канал Д1, мы гарантируем, что всегда будешь иметь возможность рассказать все, что считаешь нужным, спокойно, доступно, чтобы люди услышали из первоисточника то, что делает здесь слуга народа, здесь, в Днепре. Спасибо вам огромное за то, что вы действительно с таким позитивом относитесь, и я понимаю, что это и ваше отношение ко мне личное, и ошибки, которые я совершала, вы меня там часто поправляли, за это тоже спасибо. И говорили хорошие слова. Вот когда я уже там собиралась, я говорила, все, Ирина, знаете, я говорю, нет, здесь перспективы будущего, мне это было важно слышать. И бывали разные моменты. Ты боец. Да, моменты. Ты боец, поэтому к тебе будут стремиться люди, тебе будут стремиться помогать. Ну и от меня они тоже будут стремиться, потому что немногие выдерживают зачастую еще и этот напомнил. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы действительно берете на себя ответственность и фильтруете как бы все эти процессы, это очень важно. Люди должны понимать реальность. Не только за все хорошее, не только за все плохое, иначе мы так и не сможем. И у нас 22-й год впереди. Я хочу вам пожелать побольше благодарных зрителей, побольше к вам, чтобы приходили лидеры любых направлений, чтобы высказывали. И не важно, какая политическая сила, пусть все политические силы собираются на площадках, и каждый имеет право. Пусть они скажут, а вдруг что-то мы не знаем или не слышим, а не кучковаться вокруг каких-то процессов. И самое главное, хочу всем без исключения, совершенно всем пожелать здоровья, долгих лет жизни, потому что я считаю, что не мы даровали людям жизнь для того, чтобы каким-то образом измерять ее. А самое главное, всем деткам всей вселенной я желаю всегда радости, здоровья. Всем людям уважаемого возраста я желаю крепкого здоровья в 2022 году, благодарности от нас за то, что есть. Всем ребятам, которые сегодня находятся на передовой, там, где наша война, я желаю, наконец-то вернуться домой. С гордостью сказать, что мы это сделали, и мы выполнили свой долг, и мы отстояли свое государство. А всем нам вместе я желаю мира в нашей Украине, веры в нашей Украине. Меня за это тоже, кстати, часто осуждали, что я говорила, что Украина должна иметь украинизированную церковь. Мне тяжело понять, как в Грузии мне будут читать на каком-то непонятном мексиканском языке в церкви. Я росла, родилась в Грузии, потом переехала. То есть я понимаю, что службу я несу на своем языке, это мои корни, это мое древо, оно у меня внедрено в меня от головы до ног. И тут я об этом тоже говорила, и для меня это было и сейчас, как бы слава Богу. Я считаю, что все начинается с выстроения процесса, приобщение к культуре, приобщение к своей религии, приобщение к взаимному уважению к вам, к нашему старшему поколению, к детям за то, что они есть в нашей жизни и продолжают нас. В целом, к каждому-каждому-каждому, без исключения, горожанину и каждому-каждому гражданину Украины, вне зависимости от того, какой политической силе они принадлежат, национальности, религии. Главное, чтобы пусть у них будет мир, здоровье, полная чаша любви и взаимопонимания. Спасибо. Спасибо. И спасибо еще не все. Да? Да. Давайте, что еще? А я к вам пришла тоже, знаете, не с пустыми руками. Вот как. Да, потому что, так вот, всегда это важно. Ух ты. Я считаю, что тут же у нас приближается Новый год. Новый год. Там и шарики, и красивые цветы. Да, тут у нас и все. Все. Тут у нас и Новый год, и игрушки, и плоды, и цветы. Я считаю, что мы должны дарить, мы должны все дарить вам такую вот яркую жизнь, приятную, наполненную, знаете, искренностью, я вам честно скажу. И я вот от всего, от всего сердца вот так вот прям собирала. Его не дадут соврать те девочки, которые это делали, потому что как бы вот так хотелось. И хочу вас поблагодарить и пожелать вам тоже, чтобы Господь Бог всегда на вас сверху смотрел и оберегал вас от всех невзгод и даже плохой погоды. Спасибо. Спасибо большое. Нам впервые. Брендировано. Телеканалу Д1 в прямом эфире, в записи, вы будете это все смотреть. Вручают цветы всему телеканалу, это так приятно, потому что и игрушки, и живые цветы, и наши плоды. И то, что сказала Алиада абсолютно правильно, что мы на телеканале Д1 ждем всех с разными политическими убеждениями, с разными общественными настроениями и религиозными взглядами. Мы готовы предоставить слово каждому, кто хочет рассказать правду. А сегодня с нами была Алиада Мансурова, и мы очень рады, что с хорошим настроением, с большим позитивом и надеждой идем в 2022 год. До встречи на телеканале Д1.